Всем привет, я Даша. Это прочитано за октябрь 2020 года. Сегодня идёт снег, чуть ли не первый снег в этом году. Ды-ды-ды-ды холодно, я прямо перед вами в кардигане сижу, извините. И книги в этом месяце попадались как замечательнейшие, так и совершенно наоборот. Их было много, и я что-то опять начала это самое куда-то... В общем, поэтому ударилась в стиву по полной программе. Ну, собственно, начнём. Я очень много наслышана доната к Аризисе, говорят, вау, это новое слово. В мире детективов это что-то невероятное, волшебное, потрясающее. Есть люди, которые прям специализируются по творчеству этого автора. И вот прям целое видео снимают, с чего лучше начинают, как лучше сошли в своё знакомство. С ним тоже перестопыры. Прямо вот, ну, аж слюна при этих ходах капает. Я не ругаюсь, это просто... Говорю так. Ну, вообще детективы, а он пишет детективы, это не совсем моё, и не потому, что я считаю это каким-то сортом литературы, меня недостойным. Нет. Нет, просто я на свою беду, излишне прозорливая, это здорово мне мешает и просто жить, и получать должное сочтение. Потому что я по этому иннотации, и уж рецензии, и тем более, никогда не читаю до книги. Ну, потому что всё, мне достаточно пустячкового, какого-то слова, вообще ничего не значит, всё, я уже всё поняла про эту книгу. А уж детективы, ну, мне просто неинтересно читать, я с самого начала понимаю, кто виноват, что делать и так далее. Ну, тут вот не выдержало, все так восхищались, и, может быть, дело ещё и в завышенных ожиданиях, но мне совершенно не пошло. Во-первых, ну, сначала было многообещающее. Началось с подсказчика, как многие рекомендуют. И начало было многообещающим, потому что началось всё не с преступления, а с того, как, собственно, нашли уже преступника, и героиня заходит в его дом и спасает жертву. И я такая, ну, как интересно, необычно, то-то-то, может быть, даже мне и понравится, и слог вроде неплохой. Но, ну, как бы, ну, как водится, блин, даже читательный знакомый, да, правильный главный персонажа. И как только автор начинает это делать, я понимаю, что от этой книги не просто чую я вот аромат Тома Харрисона, вот тот самый, который молча и негде написал. Эта книга просто несёт им. Добрый день. То есть я не вижу ничего зазорного, что автор им вдохновлялся, если я, конечно, угадала, и он, правда, и вдохновлялся. Очень навязчивая ассоциация у меня сложилась, даже не ассоциация, а вот прям вот так напомнила, что как-то у меня сразу пришло отторжение. Это, может быть, и не вина автора, может быть, он ничего такого не имел в виду, может, упомянутого умного человека он вообще никогда не читал. Вот, я тут себе понапридумывала, ну, то у меня сложилось такое впечатление, и поэтому я не пришла в восторг. И читала уже так, ну, вот так и видно, типа, ну да, ну да, я так и подумала. Вот. И мне даже показалось, что автор не просто слишком старался удивить своего читателя, а вот прям придумал, так вот так, я сел, думаю, а придумай прям вот такие сюжетные повороты, прям вот, ну, чтобы упасть и не встать, вот прям, чтобы шок был. Такое хоба, набросала себе на листочке, такой, а теперь все это нужно как-то сюжетно связать. Вот такое у меня впечатление произошло от книги. Мне показались некоторые фразы тоже нарочито красивучими. Например, упиравшиеся ей в затылок, словно в поцелуи, холодные уста пистолета. Вот еще. В глубине его глаз мило разглядело некое подобие врат в преисподнюю. Ну, вот эти примеры, кто-то любит. Ветер перестал его ласкать. Чути, да? А я, и почему мне это показалось нарочито? Потому что, естественно, это смотрится, когда весь стиль, ну, не изобилируют такими красивыми фразами, но как-то вот это смотрится едино, целостно. А здесь как-то вот тырым-пырым-расто-пырым красивые фразы. Тырым-пырым-расто-пырым красивые фразы. I'm sexy and I'm not. Ну, то есть, вообще, извини меня за мой английский совершенно ужасный. Да, умоляю меня не бить, я совсем забыла вам сказать о сюжете. Сюжет вот такой. Ну, если совсем вкратце, похищают детей, девочек, и привлекают к расследованию женщину, талантливую очень в этом деле, которая специализируется на подобном вопросе, и она привыкла работать в одиночку, а то ей придется ввелиться в команду, и не все в этой команде ей рады. Поэтому, ну вот, как-то так. Дальше, благодаря игре на Лавлибе, я читала Евгения Вилтистова, а конкретнее «Электроник мальчика с чемоданом». Именно по этой книге была снята экранизация «Электроника». Экранизацию я просто обожаю. Знаю все песни оттуда, я их регулярно пою. Кто не знает сюжет, ну все, по-моему, знают. Ну, на всякий случай, вдруг. Профессор один изобретает робота. И дает ему внешний вид мальчика, который видел как-то на ножке журнала. Ну, Меркисин, эти два мальчика, один искусственный, другой настоящий, встречаются, их ожидает важное привлечение. Чему они посвящены, можно почитать, узнав книгу или посмотрев экранизацию. Мне понравилось, что здесь прям, ну, эта книга, это прям-таки ода математики. Вот если бы даже я читала вот эту книгу, она так вдохновляет, что я даже случилась бы просто на 5 по математике. А так я на зоне конуски была. Вот, так что, вообще в целом, как сюжет, я считаю, я эту книгу уже переросла, я уже взрослая такая тетенька, почти бабушка. Вот, и мне как-то уже было не очень интересно читать. Ну, вообще, если бы я ее читала подросткам или даже в младших школьных классах, я была бы в восхищении, и я стала бы математиком, потому что она очень влияет в этом. Если вы мамочка или папочка, и у вас есть ребенок, которому не помешало бы вдохновиться этим темам, математика, она всегда в жизни пригодится. Даже если не пригодится по жизни, по профессии, систематическое мышление, систематическое мышление – это всегда хорошо. Ох, ну вот, следующая книга. Это просто моя большая любовь. Натнулась на нее совершенно случайно. Надо сказать, что это архив. Автор Илья Штемблер. Потрясающая книга. Я не знаю, может быть, дело в том, что я увлекаюсь родословной генеалогией, и тема с архивом мне близка. Я знаю, что такое метрическая книга, что лидические сказки – это не сказки, которые читают детям на ночь, а совсем другое. Кто вообще это архивное дело поставил в России, с какого, начиная года и так далее и тому подобное. Поэтому мне все это близко. А тут, как раз, автор пишет о людях, которые работают в архиве. Как о их межлических отношениях, так и профессиональных деятельностях. Это безумно интересно, что самое поразительное. Здесь сначала может показаться, что здесь просто нет главного героя. В эпиценте событий абсолютно все. Это невероятно интересно. И концовка меня до такой степени потрясла, что я ее перечитала несколько раз. А ну вообще такого никогда в жизни не было, насколько я помню, чтобы я концовку перечитала несколько раз. Обычно я ее просто ам, проглатываю, и все, и как бы... А тут вот я прям раз за три ее, наверное, перечитала, потому что она меня так прям уронила, что я не могла не перечитать. И здесь есть что-то неуловимое булгаковское. Я так и не поняла, что... Но мне кажется, если вам нравится творчество Михаила Афанасьевича, то архив Ильи Штеммера вам понравится тоже. И совершенно шикарно, что кульминация случилась в середине книги, но держала меня в напряжении до самой просто последней точки в этой книге. А это, согласитесь, дорогого стоит. Отрадно, что здесь поднимается тема признатого отношения к потомкам колен Израилевых. Я вообще никогда не понимала, почему всю историю человечества их все так гнобят, так ненавидят, так презирают. А как бы... Почему? Я, честно говоря, так и не понимаю. И мне радостно, что автор понимает эту тему. Видимо, она у него нублеевшая, потому что у него происхождение... Ну, тоже он и еврейское происхождение, и, видимо, для него это больная тема, но на Писталу он про это прям хорошо, отлично. Далее, «Возвращение ангелов». Автор Мара Вольф. Вообще, сначала я подумала, что это... что это интересная задумка, но автор волкополучно спустила ее в розовый тазик с розовыми соплями. Но нет, дочитайте книгу до конца, и ваша точка зрения, ну, пускай не на 180 градусов, но на какое-то количество он их переменится. И вы будете думать о книге лучше, чем о дубле начали, по крайней мере, такого было у меня. Сюжет такой, ангелы вообще совсем не ангелы, и не отличаются английским поведением. Даже наоборот, они терроризируют человечество, убивают людей, и даже устраивают что-то вроде гладиатских боев между ангелами и людьми, и прям их все либо ненавидят, либо ласлятся к ним, чтобы получить какую-то выгоду от этого подлизывания. Идея интересная, необычная, но... Если сравнивать подобный жанр, то «Сумерки» Стефани Майер лучше. Потому что хоть там и вампиры, которыми я максимум равнодушна, а здесь ангелы, которые представляют для меня некоторый интерес, но все равно. В «Сумерках» тоже чувствуется цветник, но он там не такой очевидный, и ну хотя бы не тыкают упорно, палкой в глаз избранность его, главной героини. Главной героиней ее зовут Мун. Кстати, я считаю, не совсем... Ну, в общем, учитывая сюжет истории, где ангелы тоже главные герои, персонажи, очень много решают в этом мире, мне не кажется, что... Ну, в общем, я бы дала главной героине не фамилию Де Анджелес. Что-то слишком многовато ангелов получается тогда. Ну вот. Так как Мун участвует в боях, ее валяют в пыли, в грязи, в ране... Запас-то могут убить в любой момент. А ведь она при этом учить, единственная боилица и кормилица младшего братика и... ну, сестры, которая не говорит, нанимает. Строит новую арену для этих самых боев. У героини мелькает мысль, что вот надо бы пойти помогать строить, пойти неплохо платить за это. А потом такая, да не, это так унизительно. А что за аргумент? Я такая сижу и думаю, а валяться в пыли, рискуя быть убитой, шутя ангелом, это типа верх почета. Это прям вот почет-препочет, да? Это прям неумизительно. Завидная доля. Напрочень, отсутствует у Мун, инстинкт самосохранения. Нет, на ее встрече с ангелом, даже если этот ангел ей помогает или спасает жизнь, не обходится без того, чтобы она ему не нахранила. При этом постоянно твердит, что ангелов надо бояться. Ну, вот знаете, если это заклинание, то оно ей не помогает. Надо придумать другое, потому что она их вообще не боится. Вот, ну, я очень много плевалась на это книгу, если честно, сейчас я даже свечила как-то краски. Но финал немножко поменял мою точку зрения. Он во многом искупает какие-то грехи книги. У меня даже буквально на секунду умерло желание прочитать продолжение. Да, это цикл, это не единственная книга. Но я просто понимаю, что это будет дальше. Поэтому я быстренько так шик-шик приняла это желание. Ну, вообще, знаете, я пришла к выводу, что учитывая жанр книги, она в его рамках она очень даже неплохая. Мифы и легенды рыцарской пост. Если вам нравится рыцарь, всё, что с ними связано, вы не знаете, что в своих доспехах они ходили под себя, а предпочитаете думать, что это такие отважные мужчины, которые спасали прекрасных дев и спать драконов, то вам точно понравится. Потому что это как бы вот легенды, которые именно о рыцарях. Ну, король Арту, рыцарь Круппого Стала, Латселло, Генера, Робин Гуд, Тристан Иезоль, вот это вот всё. Но дело в том, что я всё неверно поняла. Мне-то как раз вот это неинтересно, потому что я знаю много документальной информации о рыцарях. И я неправильно распознала суть книги. Как вы помните, вначале я сказала, что я избегаю читать аннотации в избежании спойлеров. И не стала читать их и здесь. И я думала, что здесь речь пойдёт как раз о развенчивании мифов, которые ходят на рыцарях. Вот эти вот все общепринятые какие-то такие сказочные представления. вот, не знаю то, что кое-что в рыцарях я знаю, мне было бы интересно такое почитать. Но нет. Это оказалось не так. Поэтому моя оценка на Лайфлибе этой книги достаточно низкая. И с неподдельным искренним интересом я в этой книге читала только сноски. то есть там тэр-пэр-а-стопэр идёт сюжет. Хопа, сносочка. А сноски здесь буквально на каждой странице. В этой сноске указывается какая-то документальная информация. И вот сноски я читала просто с величайшим удовольствием. Также я перечитала книгу «Там, где заканчивается ратунг» на Сесиле Айхерн. По-моему уже четвотый или пятый раз я перечитывала и я по-прежнему считаю, что на сегодняшний день из всех прочитанных книг и пистолян в жанре написанных это лучшее. Если вы со мной не согласны предлагать альтернативе на него мне этот жанр нравится, я с удовольствием ознакомлюсь с вашими вариантами этого статуса лучшей книги и пистолян жанра. Речь здесь вот о чём. Юная девушка с буквально самых малых лет тружат с одним мальчиком. Они лучные заглядышные друзья. И выпускной и на этом выпускном случается событие, которое превращается всю жизнь главной героиней. И книга описывает собственно эту её жизнь и описывает не просто в письмах, когда это делается только в письмах, немножечко предается и уровень интереса он чем дальше читает что ему как-то меньше 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 но здесь не только письма открытки переписки в чатах в васьках буклеты приглашение на свадьбу и прочие 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 виды даже есть газетные вырезки вот и ты когда всё это читаешь это просто это шикарно ну просто я других слов просто не чарующие невероятно увлекательные совершенно шикарные слог здесь у писательниц я в ником восторге если я вам не рекомендую читать в том издательстве который читала я это иностранка от 2012 года в переводе от Эвелины Милиневской это тихий ужас это просто здесь могут одни и те же абзацы повторяться по несколько раз здесь в кому и от кого путаются местами допустим Роуз пишет Кэти в графах ну от кого у кому получается что наоборот какие-то постоянные печатки вот когда знаете пересылаете письмо по литвуной почте и не меняете при этом тему заголовок письма прибавляется частичка Рэн столько раз сколько вы присылаете отвечаете на это письмо здесь этот принцип то соблюдается то не соблюдается я считаю виновата редактура поэтому в данном издательстве я вам не рекомендую читать если вы знаете идеальное издательство порекомендуйте мне я с удовольствием приобрету потому что я обожаю эту книгу далее тоже читала в рамках игры на Лафлипе Собли их всех называется называется Советы по домоводству для наемного убийцы чувствуете как интригующе звучит автор сейчас все дальше сосредоточиться Хальгри не получилось позорище Хальгри Хельгасон не работать не в аэропорту объявлять рельсы это детектив хотя детектив это скорее с натяжкой который написан не просто от лица преступника а от первого лица преступника это бывший югославский солдат если мне не заменяет память который стал работать на мафию и вот он вынужден скрываясь от спецагентств лететь не куда-нибудь а в Асландию где просто минимальный по статистике уровень убийств и представьте профессиональным убийц оказаться в такой вот мирной стране и там происходит событие которое направляет его в мирное родство с тем чтобы он оставил свою милую профессию и жил как хороший даже богобоязненный человек в январе этого года я читала книгу под куполом это не просто густонаселенный роман такое ощущение будто Стивен Кинг поселил туда всех негодяев и заповедил всех своих произведений там кстати есть абсолютно люднейшая копия главного негативного персонажа из моей любимой книги этого автора Роза Морена так вот соответственно так как там очень много дурных людей там также у них и словарный запас соответствующий то есть когда они выражаются из рта не бабочки вылетают а наоборот одно нецензурно одна нецензурная фраза подошла до такой степени так меня убило что я обещала себе до конца года не читать Стивена Кинга хотя я его очень уважаю как автора даже те вещи которые я уже читала и точно знаю что там персонажи не скромно словят все равно я дала себе такое слово чтобы чисто морально отдохнуть отдохнула вот здесь чисто вот ну персонаж выражается вот как там под куполом более того та самая фраза которая меня совершенно убила шокирует я до сих пор ее помню хотя уже почти год прошел она здесь повторяется ну это не прям вот цитата предцитата но она достаточно точно повторяется видно что автор попытался вызвать у своего читателя сожалению жалость по отношению к своему персонажу у него даже почти получилось но то как прописанный второстепенный персонаж меня малость убила ну так слегка вот вы когда встречаете убийцу вы наверное там от него пытаетесь спрятаться убежать ну хотя бы заявить в полицию ну почему ну вот что вы сделаете когда вы видите тарантула ну наверное попытаетесь если не пришибить то отойти на безопасное расстояние ну хотя бы обязательно обезопасить себя от него так почему здесь когда второстепенные персонажи видят такового они относятся к нему как к пушистому бездомному котелку который промок под жутким ливневым сидят у них на пороге и жалобными учат а ну алло ну это же убийца профессиональная ну ведите себя соответствующие ладно один человек можно объяснить но в конце концов каким-то религиозным фанатизмом ну святой верой то что то господь может любого направить на пути на конце концов христианство этому и учит ну ладно один человек ну блин но остальные так много людей вот так вот реагирует как-то я бы сказала неадекватно на ситуацию мне это очень ввело в глубочайшее недоумение далее я читала книгу французской актрисы Сильвии Тестю у которой такое происхождение англо-француженка напоминаю итальянка и она написала как я понимаю автобиографическую книгу в которой описывает свое детство без царя которого все боялись что он придет и они с сестрами она с сестрами всегда была в недоумении и озадаченной этой ситуации что такого устрашающего ее отца что все так не хотят чтобы он приходил и очень интересно почитать мне кажется будет как взрослым так и деткам ну здесь описывается в конце концов ее детство только в последней главе есть счастье про взрослую жизнь а детям всегда полезно всегда интересно почитать про своих сверстников далее так как меня восхитил Илья Штеблер я подумала надо почитать у него еще что-нибудь и прочитал у него сначала гроссмейстерский бал а потом где чтобы остаться зачем я это сделала это далеко не архив в общем в гроссмейстерском бале я надеялась что пойдет речь о шахматах нет речь о заводе где человек с инженерным образованием идет на завод там ему предстоит работать и срабатываться со своими новоявленными коллегами и также решать некоторые трудовые задачи вы ничего не понимаете если вы не инженер я вообще ничего не поняла я гуманитарь и я сидела просто ну вот я вообще не понимала ничего ну кроме социальных каких-то ситуаций которые тоже какого-то глобального моего интересно не вызывали в общем не сгибал вот в этой книге у меня и я стала усугублять я прочитала еще уйти чтобы остаться там все то же самое все те же самые яйца только вид сбоку только теперь главные герои не на заводе инженеры а радиоастрономы внутри этого ничего в корне не поменялось все то же самое у меня даже было ощущение что я не перестала читать гроссмейстерские баллы а продолжаю продолжаю тянуть эту лямку тут разве что имена отличаются и я сделала для себя очень такое неприятное открытие что у Штеллера все женщины какие-то одинаковые мне не нравятся совершенно русские дамы они слишком высокого мнения о себе и слишком низкое мнение о других такие с возрастом превращаются в очень ледных теток которые в 22 58 если у вас играет музыка это вызывает полицию именно они провожают взглядом девушек которые после 7 вечера выходят из дома и говорят шлюха шлюха идет именно они если в подъезде намусорили и в этот подъезд входит 7-летний ребенок скажут я все знаю не притворяйся невиновичкой это ты намусорил убирай и я не пущу в твой собственный дом пока ты тут не уберешь вот такие вот хабуды которые да последний случай взяты с моего собственного детства я признаю вот именно таких хабуды вот знаете именно их иногда изображают таких не очень хорошего качества сериала когда показывают советскую продавщицу выкрашенных перекиси в блондинок с салыми губами синючими тенями на веках без градета без переходов без всего которые грубят хамят вот если вы видели таких такой вот тип продавцов то вот шторминские дамы они вот на них смахивают персонажи все типичные ну безликая абсолютно книга я прям вот хочу забыть о ней зато следующая мне понравилась вообще я боялась ее очень читать потому что хотя несмотря на то что то она мои любимые стихи о воде я обожаю воду книжный видеоблогер который который я очень уважаю и ценю ее мнение она не восторгит поэтому я начинала читать с опаской но я зря боялась мне книга очень понравилась если вы не читали историю Андерсона Ганса Кристиана русалочку вы наверняка все уже видели диснейскую версию вам что-то может напомнить тут правда не русалка тут сирена и цель сирены убивать моряков ну такая засада одна сирена проникает с уважением не только к одному принцу очень типичным кстати ну а королева правящая его трудным царством жаждет его кончины что из этого вышло вы сможете узнать прочитав книгу ну теперь я вообще в диком восторге и не только потому что поднесено все так достаточно нетипично ну и потому что мне очень понравилось чувство юмора автора ее остроумие ее шуточки продумываю мир давненько такого не было чтобы я нюансы мира его какие-то основы его теории выписывала читательский дневник обычно когда читаю я просто пишу свои впечатления какие-то интересные факты это историческая книга цитатки не без этого вот но чтобы я выписывала особенности мира это большая редкость а тут я выписывала последний раз это сделала с волкодавом но без слабых мест к сожалению тоже не обошлось я сказала книга называется мистерческое королевство автор Александр Кристо или Кристо я прошу прощения неуверенно в удалении слабые места книга написана от первого лица если быть точнее от двух первых лиц от лица селены от лица принца их главы они чередуются они по очереди рассказывают одно плохо у автора слабовато с перевоплощениями и по стерео такое ощущение что я его прежде чем читаю все лет в то время как автор уже приключился на принца о смене ракурса можно догадаться пожалуй только по тому как как говорится себе в каком роде женском или мужском но у меня все равно не получалось переключаться и по окружающей обстановке но так как по большей части у них обстановка что усилена что принца схожая не особо помогает автор чудесно сделал намекнув на то что история ее не калька с русалочки сказав что она ненавидит русалок но в таком случае она заря приписала своей героине красные волосы потому что тут же ассоциативный ряд у меня проложился именно здесь с русалочкой вот и мне очень понравился финал я вам не скажу плохое или хорошее ну смотри положительное не дождетесь но он очень четко продуман это я вам скажу и этой продуманности он мне безумно понравился потому что ну обычно авторы уже им не терпится закончить и они просто говорят все плохо или там все хорошо вот а здесь прям расписано прям вот и вот ранее я ругалась на какую-то книгу что там фразы мне показались нарочито красивыми будто автор сидел целенаправленно прям вот так вот сидел прямо в позе мыслителя прям вот выдумывал их чтобы красиво было нет тут вот прям вот есть красивые фразы но они как-то вот органичненько вписываются прямо мне вот знаете вот я сейчас листаю читательские дневники так поглядывали в глаза наверное заметили чтобы ничего не забыть вам рассказать и я пожалую столько наклеек декоративных чтобы украсить проиллюстрировать как-то свое мнение не клеила наверное никогда тут их очень много когда до допишут читательские дневники здесь все наклеенчики покажу и в том числе наклеенчики которые я использовала при написании своего мнения об уничтожить королевство вообще тут прям какой раз такое прям все же ну прям любуюсь все это были все мои прочитанные книги уже и кратиканс меня спадывает психику ну и вот так сделаю просто да это было все прочитанное пока-пока до скорых книг а я пошла за новой сковородкой ура